Андрей Колесников, Знание сжато Тонкое искусство пофигизма Парадоксальный способ жить счастлив Автор Марк Мэнсон Эту книгу называют книгой поколения по самопомощи Марк Мэнсон заявляет Десятилетия нам твердили, что Позитивное мышление это ключ к счастливой и богатой жизни К черту позитивность Давайте называть вещи своими именами Давайте не приукрашивать ситуацию, не уклоняться от ответа Позитивное мышление разлагает общество Люди ущербны и ограничены Так признаем свое несовершенство Как только мы примем страхи и неуверенность в своих силах Мы обретем мужество жить и прощать За один год продано более миллиона экземпляров книги Это книга бестселлер по версии New York Times Три причины познакомиться с обзором Заразиться обаянием и честностью автора перед самим собой Пересмотреть ценности, обиды, детские травмы И принять свою смертность и ограниченность, чтобы быть счастливым Понять, что когда мы уклоняемся от выбора Мы тем самым совершаем выбор Вернее было бы назвать книгу Научитесь отличать истинные ценности Выкиньте из головы глянцевое дерьмо Про свою уникальность и право наслаждаться жизнью Принимай ответственность Радуйся урокам, извлекаемых из неудач и боли И помни, человек смерти Автор настойчиво советует регулярно пересматривать те ценности и критерии Исходя из которых мы ставим себе цели Выстраиваем отношения Читаем себя неудачниками или молодцами И собственные убеждения Поскольку среди них при внимательном рассмотрении Кажется немало стереотипов Тонкое искусство заключается в том, чтобы отделить подлинное от подмены Правильное личное для меня от навязанного общепринятого Удовольствие от счастья Эта книга – вызов современному миру потребления Автор ухитряется постоянно сбивать читателя с толку Сочетанием возвышенных мыслей и грубой речью и парадоксами Которые расцветают на месте, казалось бы, очевидных истин И заставляют нас действительно увидеть очевидное В принципе Мансона Возьми на себя ответственность за свою жизнь Будь собой Развивай внутренние ценности Марк сосредотачивает внимание на восьми годах Когда пребывал в отчаянии Пересматривал свои ценности Преодолевал себя Главная мысль книги Погоня за счастьем делает нас несчастными Смысл жизни – процесс, а не итог Процесс роста Пересмотр на ценности Отказа от эгоцентризма Рост происходит через боль И это боль и даже страх смерти – благо Внутренние индивидуальные ценности Подменяются внешними целями Настрой на позитив запрещает нам признавать Свои неудачи и беды И значит что-то себе менять Эго остается неприкосновенным Во всем своем величии и праве на всеобщее внимание Нужно ли поднажать, чтобы у тебя все было круче, лучше, больше, чем у других Человеку, задумывающемуся Стоит ли гробить жизнь ради карьеры Позитивный настрой велит посмотреть на себя в зеркало Увидеть там крутого мужика Купить дорогую тачку Таким образом, настрой на позитив Подогревает именно это вечное стремление к счастью Человек не может остановиться и подумать Надо ли ему это Он не может принять неудачу, как знак, что шел не в ту сторону Нет, еще поднажмем Позитив умножает наши заботы А тонкое искусство пофигизма Избавляет от ненужных забот Волноваться стоит лишь о подлинном, важном, дорогом именно тебе Закон обратного усилия Чем сильнее стремитесь что-то получить, тем меньше у вас шансов и тем больше неудач Альберт Камю предупредил Гонясь за элементами счастья, никогда не станешь счастливым И не начнешь жить, пока ищешь смысл жизни Если человек считает, что тревога плохой признак То, заметив у себя симптомы тревоги, он тревожится уже из-за этого И чувствует себя законченным неудачником Раз не сумел подавить себе досаду на неудачу Но пофигизм это не безразличие Пофигисту наплевать на то, из-за чего люди убиваются в погоне за счастье Но чтобы наплевать на это, необходимо иметь другое На что не наплевать? Не наплевать на свои ценности Наплевать на ценности, навязанные потреблением и позитивом Наплевать не на удачи Наплевать на чужое мнение Чтобы не переживать о ерунде, нужно иметь более высокий, важный забот Когда человек нечем заняться, он ругается из-за очереди в касс От нас зависит выбор, из-за чего волноваться Жизнь состоит из проблем Если отрицать проблемы или прятаться от них, счастья не видать Если счесть свои проблемы нерешаемыми, останется только жалеть себя Счастье – это процесс решения проблем Этот процесс всегда порождает новые проблемы Но хорошие проблемы отличаются от плохих тем, что вы их выбираете Счастье определяется свободой выбора Молодой Марк считал себя непривлекательным задохликом До тех пор, пока он жалел себя, винил женскую требовательность Или пытался внушить себе позитивный настрой перед зеркалом То есть попросту отрицал проблему Он был несчастлив Но когда он выбрал другую проблему Физическая усталость, боль в мышцах Потраченное время в тренажерке Пошел в спортзал, он обрел счастье Потому что сам выбрал себе проблему Неудачи, разочарования, боль Необходимые элементы жизни и счастья Не волнуйтесь из-за того, что они есть в вашей жизни Страдания – важный механизм выживания И негативные эмоции – также встроенные в нас эволюцией механизм выживания Это сигнал, указывающий на наличие проблемы Пофигизм может показаться схожим с установкой на позитив Ведь он тоже видит хорошее в плохом Существенная разница заключается в том Что пофигизм не призывает искать позитив в ситуации неудачи или разочарования Но учит видеть пользу от негативных эмоций То есть он от переживаний этих ситуаций Сматривая свои негативные эмоции, мы осознаем свои цены Корректируем их Начинаем расти Без боли, которые причиняют нам негативные эмоции, рост невозможен Кардинальная проблема современного человека Неумение понять себя По большей части курсы самопознания и самосовершенствования усугубляют эту проблему Чтобы познать себя, нужно снимать множество слоев Повторно задавая одни и те же вопросы Прежде всего, что я сейчас чувствую Выявить негативную эмоцию непросто Ведь нас настроили на позитив И многим людям трудно даже признаться в том Что они чувствуют обиду, разочарование, гнев Это все равно, что признать себя неудачным Часто мы подменяем плохие эмоции теми, которые представляют нас в лучшем свете Когда эмоция, огорчение, гнев, недовольство собой Будет правильно названа Надо задать вопрос об источнике эмоций А когда будет установлен источник Спросить себя, почему эта ситуация вызывает именно такие эмоции То есть, исходя из каких ценностей и критерий Я определяю ее как негативную Вот пример Основатель стартапа диагностирует у себя разочарование Ощущение неудачи Откуда это чувство? Прибыль компании оказалась ниже, чем он ожидал Судя по чужим историям успеха То есть, критерий успеха у него, по всей вероятности, неверный Прибыль, а не качество или новизна продукта Собственный интерес к делу Приносимая людям польза и так далее Кроме того, относительный критерий Сравнение с чужим успехом опасен Он уводит от индивидуальной оценки И от того, что нам под контролем Ценность, лежащая в основе его эмоций Успех, и эта ценность также может быть пересмотрена Возможно, ценностью должен быть не успех, а возможность реализоваться А может быть, приоритетом и вовсе должны стать отношения с людьми Время, потраченное на семью, научный поиск и так далее Основные проблемы с нашими ценностями и критериями Первое. Мы толком не осознаем, каким ценностям стремимся Мы не понимаем, по каким критериям судим о своем успехе или неуспехе Наши ценности не являются нашими Мы хотим, как у всех Чего все хотят Наши критерии не абсолютны и не индивидуальны Мы не столько оцениваем свою ситуацию, сколько сравниваем себя с другими людьми Наши ценности, критерии находятся за пределами нашего контроля То есть мы в любой момент оказываемся неудачниками по независимой от нас причин Обнаружив у себя негативную эмоцию Нужно доискаться до источника Осознать свои ценности и критерии Откорректировать ценность Перейти от общепринятых к личным И критерию от сравнительных к абсолютным Одна и та же ситуация Может восприниматься как Позитивная или негативная В зависимости от наших ценностей и критерий По которым мы себя оцениваем Проблемы неизбежны Но смысл проблемы можно контролировать и корректировать Многие проблемы проистекают из неверных ценностей Я хочу быть тем, кем мне вовсе не нужно быть Я хочу иметь то, что не делает меня счастливым И чувствую себя неудачником, если не смогу достичь желаемого Пока не пойму, к этой цели мне как раз не нужно стремиться Наверное, неверная ценностная остановка усугубляется сравнением История двух музыкантов Обоих выгнали из группы в тот самый момент, когда группа начинала восхождение Первый создал собственную преуспевающую группу И всю жизнь чувствовал себя несчастным Потому что, зарабатывав миллионы, все же не превзошел своих врагов Второй достиг немногого Зато обзавелся семьей, домом Проводил досуг с детьми и с друзьями И был полностью удовлетворен Большая часть ложных ценностей внушена нам современным миром Удовольствие рекламируется как источник счастья Как то, чего мы достойны в разных форматах Алкоголь, секс, шоппинг Используется как анальгетик Но удовольствие это побочный продукт счастья А не его источник Закон обратного усилия Напоминает, что погоня за удовольствием Или требование ежеминутно наслаждаться Верный способ лишиться удовольствия А уж когда удовольствие глушит боль неудач То лишают себя верного способа обрести ценности и вырасти Следующее это деньги В странах первого мира Лишний миллион не прибавляет счастья Зато плодит зависть Побуждает работать на износ Подменяет человеческие ценности статусными Следующее это постоянная правота Во-первых, человеку свойственно ошибаться И стремиться быть всегда правым Вы будете сами себя обманывать И на это тратить все силы Во-вторых, это ложная потребность Превосходственно другими людьми И, наконец, кто всегда прав, тот перестает расти Следующее это позитивный настрой Да, нас этому учат Провалы, предательство близких Утраты На всем, где есть хорошая сторона На самом деле негативные эмоции Это здоровая реакция Прятаться от проблем Маниакально ободриться Когда тебе плохо И не расти Ведь человек растет только через боль Вот и весь позитивный настрой Цепляясь за позитив Мы отрицаем проблемы А тем самым Лишаем себя подлинного счастья Решить проблему Преодолеть трудности Десерт Удовольствие А час в спортзале Боль и усталость Это счастье Дорогая покупка Удовольствие А стартап Поглашающий все Ваше время И грозящий разорением Это счастье Негативные эмоции Указывают Либо на то Что нам не удается Реализовать свои ценности Либо на то Что мы выбрали неверные ценности Посмотрим Правильные ценности Основанные на реальности Социальные, конструктивные И которые поддаются контролю Если какое-то из этих условий Отсутствует Ценность ложная Популярность Ложная ценность Поскольку не поддается контролю И не соотносится с реальностью И не связана с реальными качествами человека И ничего не дает обществу К дурным ценностям Относится Власть ради власти Основанная на манипуляции Или насилии Секс ради секса Постоянная правота И постоянный позитив Богатство ради богатства Ложные ценности Абсолюцизация чего-то Самого по себе Хорошо Секс, правота Популярность, деньги А вовсе неплохи Пока они становятся самоцелью Обычно Ложные ценности Зависят от внешних условий И чтобы достичь их Приходится впускать в ход Дурные средства Призывая Отказаться от Ложных ценностей Правоты Позитива и статуса Пофигизм Предлагает взамен Трудные И недооцененные Ценности Ответственности Неуверенности Боли Самограничения Человеческая смертность Ответственность Лежит В основе Всех ценностей Поскольку Истинные ценности Поддаются контролю Если мы Утверждаем Что некая ценность Нам Не подконтрольна Тем самым Свидетельствуют Что эта ценность Не является истиной Или не является нашей И из чего следует Нужно взять на себя Ответственность За свои проблемы Люди часто Уклоняются От ответственности Путая ее С виной На самом деле Проблема может возникнуть Не по вашей вине Но вы отвечаете За то Что вы с ней Или из нее сделаете Современная мода На позитив Так на позицию жертвы Поощряет перекладывание вины И существенную роль Здесь играет Социальная сеть Это приносит облегчение И укрепляет чувство Своей правоты Так Райан Холидей Создал термин Порнография возмущения Вместо реальных проблем СМИ Вбрасывают провокационные Инфоповоды Вызывая у одних читателей Возмущения А у других Вторичное возмущение Недовольство Их возмущения Там такой Наброс дерьма На вентилятор Усиливает Популяризацию Поляризацию В обществе И готовность к обидам Ответственность Охватывает Не внешние Которые от нас Не зависят А то что зависит От нас И что Только и можно Считать истинной ценностью Мы несем Ответственность За свой выбор Как отнестись С ситуацией И что делать Выбор И ответственность Взаимно Подразумевают Друг друга Мы ответственны Только за то Что выбрали сами Если принимаем Ответственность Значит обладаем Свободой выбор Выбор труден Доставляет Но доставляет Истинное счастье Без свободного Выбора Любая Самая Объективно Полезная И разумная Вещь Утрачивает Для нас Привлекаемость Тот самый ребенок Который Рыдает Над заданием По математике Увлечен Решает Головоломки В компьютерной Игре Занятия Спортом Отношения Работа Все это Это наш выбор А если не наш То можно Не рассчитывать Ни на успех Ни на счастье Зачастую Отличие Хорошей проблемы От плохой Сводится Лишь к выбору Хорошую проблему Мы выбираем Себе сами А плохая Нам навязана Извне Осознание Своей ответственности За отношение К ситуации И выбор Пугает Человек понимает Что многие его ценности Были ложными Он строит Неверные отношения С людьми И с миром Там надо жить По другому Но как измениться Как научиться выбору Ответ прост Потому что На самом деле Мы ежеминутно Делаем выбор О чем заботиться И к чему стремиться Надо всего лишь Изменить Объект забот Ответ сложен Потому что Меняя Объект забот То есть Систему ценностей Отказываясь От того Чем еще только Вчера дорожили Мы непременно Почувствуем себя Неудачником Зачем потратили Столько времени Зря Будем терять друзей И наживем Ссоры в семье Лишимся Уверенности в себе Если прежние ценности Оказались ложными Вдруг и новые Тоже не те Такая Дезориентация Очень болезненна Тем более Что мы привыкли Считать уверенность Себе Одно из ценностей Оказывается Неуверенность Еще одна Парадоксальная ценность Пофигизма Вера в себя Умение Прислушиваться К себе Совсем Не тождественны В постоянной Правоте Наши представления Вполне могут быть Ошибочными И не всегда Они наши Разум Разум человека Склонен искать Во всем Смысл И систему А потому Дополняет Увиденное Или Запомнившееся Деталями Достраивает Картину И подгоняет Факты Под теорию Несколько веков Назад Считали Что солнце Вращается Вокруг земли И верили В пользу Кровопускания Какие значат Истин Покажутся Столь же Странными Век спустя Это вопрос Один из самых Опасных Трюков Разума Ошибка Предвзятость Факты Окрашиваются Текущей Точкой зрения Проще думать Что нас И убеждения И отношения Всегда были такими Если Прошлый опыт И настоящие Вступают В противоречия Наш мозг Порождает Ложные воспоминания Чтобы удержать На один из смысл Пример Муж Забыл Выполнить Поручение И в зависимости От семейной Динамики Это трактуется И как Эгоист Совершенно Не думает Обо мне И детях Или как Виднягу Замучил Начальник Ведь обычно Он все Для нас Делает Общество Навязывает Нам Определенную Систему Представлений И даже Воспоминаний И очередной Флешмоб Может побудить Вспомнить Пережитое Насилие Жизнь Процесс Роста Мы переходим От неправильного К менее Неправильного Рост Осуществляется Через боль Негативные эмоции Побуждают Нас Пересмотреть Свои ценности Взять на себя Ответственность Отказаться От правоты Что-то Менять Это похоже На научный Поиск Истину В последней Инстанции Мы не обретем Никогда Наши ценности Не абсолютно Их можно сравнить С гипотезами А выбор С экспериментами Однако Если в науке Мы приходим К общим Выводам То в жизни К личному Итогу Мы с детства Усваиваем Жизнь Устроена Определенным образом И дальше Это влияет На наши ценности И на наш выбор Если женщина Убеждена Что главная ценность Удачно выйти замуж А замуж Берут только С определенными Внешними данными Лишиться Этих убеждений Будет очень Мучительно Но только Это даст Ей свободу Если мужчина Убежден Что счастье В карьерном росте И для этого Нужно Круглосуточно Пахать Его ждет Боль Утраченных Отношений Тогда он возможно Пересмотрит Свои ценности Закон Обратного усилия Срабатывает И здесь Погоня за уверенность Загоняет нас В неуверенность И отчаяние Открывшись За своему Незнанию Мы приобретаем По крайней мере Одну уверенность В том Что Не можем быть Ни в чем уверены Заодно Приобретаем Смирение Отказываясь От стереотипов Перестаем Осуждать себя И других Другие люди Имеют полное право Быть не такими Ведь и сами Мы не такие Какими были И будем Наши ценности Не абсолютные И не окончательные Когда я Осознаю это Вместо вины И самоосуждения Появляется Свобода выбора Пересмотреть ценности И понять Что лично мне Дороже Не успех В работе А путешествия Чем сильнее Что-то угрожает Вашей идентичности Чем Отчаяннее Вы этому Сопротивляетесь Идентичности Угрожают Не только Неудачи Если на человека Привыкшему Считать себя Неприхотливым Трудягой Сваливаются деньги Обеспечивающие Роскошь И досуг Ему Грузит Не меньшая Ломка Чем Если бы Пришлось Усомниться Своей Добросовестностью Методики Призывающие Искать себя И познать себя Опасны Именно тем Что Закрепляют С трудом Обретенное И довольно Узкое Определение Себя Нельзя Застывать Какой-то Раз И навсегда Принятой роли Поиск И борьба С собой Продолжаются Всю Жизнь Офигизм Призывает Отрешиться От образа Своего Я От привычного Рассказа О себе Пример Образ Самоотверженность Жены Мешает Задуматься Нужно ли Вообще Спасать Брак Привычка Быть Тусовщиком Душит Мечты О семье Познав себя Как признанного Творца Человек Не решится Вынести Твои творения На публику И не успех И успех Равно болезни Поскольку Разрушает Узкую И хрупкую Идентичность Неизвестного Мира В наших Проблемах Нет ничего Уникального Это знание Освобождает Вера В свою Неповторимость Как в хорошее Так и в плохое Там Все шишки валятся На мою голову Нарциссизм Один из тех Трюков Разума Который Необходимо Преодолеть Ищите Себя Максимально Широко Максимально Широко Определение Жена Друг Писатель А не Самоотверженная Жена Которую Никто Не ценит Друг Способный Развеселить Мертвую Компанию Автор Таких Шедевров Чем Шире Определение Тем Легче Его Корректиров А вера В свою Уникальность Превращается В такой же Наркотик Как Обида Проверяйте Свою Уверенность Задавая себе Вопрос А вдруг Я ошибаюсь Какова Природа Моей Ошибки И что Она говорит Обо мне Признание Моей Неправоты Усугубит Проблем Или Отчасти Ее с ними Эти Вопросы Коррелируют С критериями Истинных Ценностей Основной Урок Пофигизма Неудача Шанс Обрести Истинные Ценности Мы Живем В обществе Настроенным На глянцевый Успех При этом Упускается Из виду Что Успех Плод тысячи Неудач Не обращаясь К хрестоматийным Примерам Лампочки Эдисона Для Изобретения Которые Понадобилось Тысячи Экспериментов Достаточно Взглянуть На то Как малыш Учится ходить Сколько раз Не падал Он не скажет Нет Прямоохождение Не для меня Чтобы Извлечь Смысл Из неудачи Нужно задать Себе вопрос Истинны ли Мои ценности Истинны ли Критерии По которым Я оцениваю Свой прогресс Если ответ Отрицательный То неудача Неудача Ли с точки зрения Ложных ценностей Или Неточных критериев Их то и надо Корректировать Если же ответ Положительный То неудача Побуждает Пересмотреть Свои убеждения Сделать выбор И Продолжать процесс Погоня За целями Которые Лежат Вне нашего Контроля Лишь Истерзает Тревогу Как и погоня За вполне Достойными Целями Если мы Рассчитываем Достичь Успокоиться Истинные ценности Не итог А часть Процесса Хорошие ценности Внутренние Подконтрольный Человек То есть Вопрос Выбор Но выбор Неоднократен Если человек Реализуется В творчестве Ценность Не в том Чтобы достичь Вершины А дальше Халтует На каждом Этапе Снова Выбирается Реализация В жизни Нам встречается Нечто Потяжелее Неудачи Страдание Утрата От боли Нельзя прятаться Нельзя глушить Ее наркотиком Наркотиком Обиды Прежде всего Нужно Взять на себя Ответственность Не за причину Боли Но за свою Позицию По отношению К ней И свой выбор Даже трагедия Урок Если мы Примем страдания Как часть роста А не как Бессмысленное Наказание Через боль Человек приходит По знанию себя Своего места На земле Своей ответственности С новыми ценностями Приходит и Новая боль Что делать С болью Принять Ее Дорожить Ее Извлекать Урок И расти И действовать Не взирая На боль Одна из проблем Боли Страх И оцепенение Человек Бездействует Потому что Боится Еще больше Боли Опыт Молодого Менсора Оставшись После института Безработным Он Пересмотрел Свои ценности И понял Что хочет Работать Самостоятельно Вне чужой системы Но Действовать В соответствии С этими ценностями И критериями Создавать свой сайт Ему мешал Страх боли И отсутствие вдохновения Пока он Не вспомнил Совет Школьного Учителя Математики Если Не знаешь Как решить Задачу Делай Хоть Что-нибудь Делать Что-нибудь Ключ К восстановлению Мотивации Если Основной Критерий Успеха Сделать Сегодня Что-нибудь Неудача Утратит Свою власть Над вами Вы не только Одолеете Прокрастинацию Вы обретете Новые ценности Ценность Своего выбора На каждый день Возможность Пересматривать Свои убеждения И корректировать Путь Действия Не только Следствия Мотивации Но ее источник В непрерывном Цикле Вдохновения Мотивация Действия Вдохновения Начать можно С любого Момента Если Один обман Современного Общества Свобода То Стремление К счастью Понимается Как отказ Ограничивать себя Как право Получать Еще Еще Но смысла В этом нет И счастья Очень мало Избыток Возможностей Превращается В мучение Даже шопинг А как выбрать Работу Место жительства Жену Ведь для этого Надо Отказаться От всех Иных Вариантов Стремление К счастью Делает Человека Несчастным Не давая Остановиться На каком-то Выборе Но Добавить Еще что-то К изобилию Повидать Сотую страну Переспать Сотой женщиной Купить Еще виллу Не значит Сать счастливее Достает Пора Радикального Самоограничения Одна жена Одна страна Одно дело Свобода Обеспечивается Верностью Своему выбору Мы отказываемся От лишнего И наши сансы Достичь Истинных Личных ценностей Возрастают Заодно Мы избавляемся От страха Упустить Более выгодный вариант Если нашел Хорошее Именно для себя Зачем же Упускать его В погоне За еще более Лучшим Особый случай Самоограничения Это отношения Важно не только Найти возлюбленных Друзей Но и отказаться От всех прочих Только полная честность И взаимное доверие Придают отношения Смысл При этом близкие отношения Следует ограничивать Не допуская Перерастания В созависимость И уничтожение Границ Проще Проще Уступить Доминирующему партнеру Чтобы избежать конфликтов Проще Скрыть Какие-то свои грешки Проще сказать жене Что наряд ей к лицу Чем Огорчить ее А потом еще ждать Пока она Переоденется Но эти Компромиссы Обеспечивают Всюминутное удовольствие За счет Долговременного И так заключение Марк завершает Свое повествование На мысе Доброй надежды На краю света Склоняясь Над бездной Источник счастья Чувствует Принадлежности К чему-то За пределами Собственной Ограниченной Жизни Эгоцентризм Сосредотачивает Все внимание На самом себе Это даже приятно Кажется будто Мои страдания Или мой успех Уникальны И находятся В центре Вселенной Однако Эгоцентризм Изолирует нас От других людей Блокируя Способность Слушать И сострадать Избалованный Человек Которому Уже не приходится Заботиться О базовых Потребностей Ведет себя Инфантильно Отказывается От ответственности Навязывает Всем свои взгляды Готов на насилие Во имя Идеала Но обижается Если не щадят Его тонкие чувства Иллюзия Превосходства Неразлучна Со страхом Перед неудачей Человек С молоду Не соглашается Быть обыкновенным И средним Но и действовать Не решается Выходит Он имеет Притязание На величие Палец о палец Не ударив Но величие Не в успехе И популярности Не в мегафантазиях Не в богатстве И не в позитивном настроении Величие Каждого человека Перед лицом Неизбежной смерти Не отказываться От выбора Не бояться Выбирать И осуществлять Свои жизненные Ценности Вот в видео Вы найдете ссылку На данную Электронную книгу Меня зовут Андрей Колесников Подписывайтесь на канал Поддерживайте канал До новых встреч Субтитры